Несмотря на то, что законность проведения каких-либо работ в летнем театре под вопросом, там по-прежнему кипит бурная деятельность. Так, за последнюю неделю здесь были вырублены несколько деревьев, снесены строения и вывезены тонны строительного мусора. Из-за того, что к работам привлечена тяжелая спецтехника, сильно пострадала плитка в самом городском саду. В летнем театре вовсю кипит работа по так называемому благоустройству территории. Спилены деревья, снесены практически все строения, даже те, которые относились к памятникам архитектуры. Тонны строительного мусора вывозятся отсюда ежедневно, причем происходит это с помощью спецтехники. И, как вы понимаете, при проведении данных работ пострадал уже не только летний театр, но и городской сад, относящийся к памятникам садово-паркового искусства. Ведутся строительные работы, заезжает регулярная техника в горсад, изменяет его ландшафт, как мы видим, по плитке, по брусчатке, по его состоянию. Там тоже проводятся работы, проводился спил деревьев, сухих веток, выкорчевывали другие деревья. Ну, как бы проект господина Шпигнарева развивается, я вижу, вижу, что он развивается. Правда, есть у меня несколько вопросов. Я, конечно, не строительная, мне непонятно, почему тут одна плитка постелена, а здесь стели другую плитку. Неужели не хватило денег на одну и ту же, чтобы было все цивильно, красиво? А если нет бюджета проекта, так зачем его реализовывать и что же будет дальше? Машины ему заезжают через Лонжероновскую, потом по Дерибасовской. Они заезжают с той стороны, со стороны Преображенской на Дерибасовскую, едут по горсаду. Это можно регулярно наблюдать на камерах горсада. Вы можете посмотреть хроники фиксации вот этой информации на строительство летней. Одесские общественные активисты находятся здесь практически круглосуточно. Они фиксируют все, что происходит на территории объекта. Впрочем, также круглосуточно здесь находятся и крепкие ребята в черном и камуфляже. Как бы охраняют саму стройку. Но видно, что им совершенно нечем заняться и при любом возможном случае они рады погреть уши. О чем такому телевидению сообщают активисты. Вам так интересно? Почему вы сюда приходите и бдите за всеми разговариваете? Я не бжу, я просто гуляю здесь. Вышел из дома, пройтись, погулять, побегать. У меня кардио утреннее. Живу здесь на Екатериненской. Мы же действительно здесь живем, тут в нарды поиграл. Все? А что? Все, вы поговорили? Да? Не, а я хотел послушать, что девушка говорит. Мне интересно. Ну мне хотелось. А чего вы так скрываете все? Я не скрываю, просто спрашиваю. Ну мне интересно. Я хотел, знаете что, честно скажу. Я хотел покрывляться, чтобы ей было смешно, но не смогла говорить. И здесь, конечно, прекрасно все. Неравнодушный гражданин с утренней кардио-пробежкой в обеденное время, одновременно играющим нарды. И таких там наберется пару десятков. Между тем, прямо при нашей съемочной группе небольшой фургон, груженный целым листом шифера, который вручную, конечно, никак нельзя было занести, неуверенно разворачивался, задевая провода и ветки деревьев, портя при этом еще и уникальную плитку горсада. Плитка уже находится в таком состоянии, или просто невозможно ходить, и просто опасно ходить. Каждое утро сюда заезжают где-то в 6-7 часов утра. Сюда заезжает большегрузная машина, которая вывозит строительный мусор, остатки памятника архитектуры, скажем так, да. Там ветки вывозит, завозит стройматериалы. И вот, ну, в принципе, уже все аллеи, я просто смотрела, как она едет. Едет по вот этой аллее, выезжает дальше, и по Дерибасовской выезжает машина. То есть, мало того, что разрушается летний театр, разрушается еще и городской сад. Напомним, работы здесь ведутся не более трех недель, а урон, который уже нанесен этаким благоустройством самому городскому саду, виден невооруженным глазом. Уникальная плитка с такой тщательностью, уложенная здесь при реконструкции городского сада десятилетия назад, буквально вдавлена и даже провалена местами. То, что происходит в летнем, мы видим, что это просто варварство. И Дмитрий Шпинарев в недавнем интервью сказал, что они не отказываются от идеи постройки купола над сценой. Да, это уже капитальное строительство. И каким образом они попытаются согласовать этот проект, или как обычно будут делать все без согласования, ну, это просто такое бесконтрольное, беспредельное нарушение закона, которое, ну, просто покрывается нашей властью, непосредственно мэром нашего города Трухановым, депутатами, которые молчат. А пока летний театр стараниями Одесской мэрии превращен в стройплощадку, а аллей городского сада в проезжую часть для спецтехники. Еще немного и об этом шедевре садово-паркового искусства останутся лишь записи в реестре государственных памятников, охраняемых законом.